Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами вот такие вот бутерброды, которые я просто обожаю на протяжении всей жизни. Это всегда мой завтрак. И еще приготовила себе горячий шоколад. Тоже очень люблю, но почему-то ни разу в видео у нас не было этого напитка. Вот, знаете, какая... Обожаю горячий шоколад и вообще шоколад во всех его проявлениях. Вот я не сладкоежка, но к шоколаду я не могу относиться равнодушно. Раньше кофе тоже, кстати, не любила, но сейчас... Давайте приступим, потому что я не могу. Пока я это все готовила, сколько москвин я съела. Это вообще здесь у нас еще, кстати, рыбка. Сардина. Я не собиралась вроде ее сюда включать, так скажем. Просто увидела, что в холодильнике есть. Решила добавить. Также здесь у нас зелень, кинза. Прямо под мою кофточку, которую я недавно купила, точнее вчера. На улице такая ужасная погода. Вот мы столько радовались, что... Жарко. Сглазили на самом деле. Сейчас вообще реально очень холодно, хотя нету даже снега. Так как я живу в Азербайджане, снег у нас бывает раз в два, в три года. Но все равно после Нового года вот конкретное такое похолодание. Ой, как вкусно. Я сегодня открыла глаза. Я дома была абсолютно одна. Мама уехала к тете провести там недельку-другую. Ну, блин, я поняла, что такое одиночество. Сначала было круто. Утром встала, сделала свои дела, собрала постель, приготовила себе завтрак. Поставила песню. Это даже мне понравилось. Но потом, когда я после работы пришла домой, я увидела, что на Блесе нету горячего чая. Нету вот этих теплых слов мамы. Я резко так заскучала. И реально, мы не ценим то, что у нас есть. Вот когда мы теряем, мы начинаем ценить. Вот это вот очень плохо. Горох обожаю. Мама всегда, например, салат делает. А мне хочется все эти продукты есть в отдельности. Пока она делает, я украду там одну крабовую палочку, вторую, третью. Вот так вот и живем. Вообще, я собиралась снимать роллы. Три раза позвонила в доставку. Но никто не взял трубку. Я перекусила, подождала полчаса. Блин, сейчас я поняла. Сегодня же второе число. Может быть, из-за этого? Может, они не работают? Как я из-за этого не задумалась? Ужас. Да, реально, может, из-за этого. Но ничего, пока что обойдемся какими-то домашними продуктами. Еще на днях хотим снять видео с Фати. Давненько уже не снимали. Реально, я очень соскучилась по видео совместным с ней. Последние, наверное, у меня три-четыре. Мы даже особо не переписывали с ней. У нас такое бывает крайне редко. Это все связано с тем, что я была очень-очень занята. Приехали гости. Хочется как-то, знаете, максимальное количество времени провести именно с ними. Поболтать, посплетничать о том, о всем. Погуляли, пошопились. Вот, кстати, вот эту кофточку купила. А в магазине какие скидки? Это вообще... Умереть не встать. Один магазин недалеко от моего дома сделал такую акцию. Вот все, что есть в магазине, вот на все без исключения 50% скидка. Представляете? Я была в шоке. Обычно все магазины делают скидки, ну, знаете, на определенные товары. На те позиции, которые не настолько хорошо продаются или закупка этого товара была очень дешевая. А тут на все. Я вот купила себе такую кофточку. Думала между синий и зеленый. Потом решила взять зеленую, потому что подобного оттенка у меня ничего нет. Костя мы тоже купили по платью. просто шикарно надо было снимать для вас влог. Не додумалась. Бутерброды у меня однажды были. Я сомневалась, кстати, снимать бутерброды или нет, потому что что-то наподобие было. Хотя я часто повторяюсь, но все же. Я точно не посмотрела, но на мой взгляд бутерброды прям совсем недавно была. А еще совсем скоро у моего двоюродного брата будет свадьба. Он уже обручен. И вот я хотела у вас спросить, хотите ли вы, чтобы я сняла эту свадьбу, наши традиции, как влог. Будет ли вам интересно? В прошлый раз, когда мой другой двоюродный брат женился, я собиралась снимать влог. И даже сняла. Все они ждали, чтобы это видео было на ютюбе. Но в конце, когда я начала монтировать, я поняла, что получилось совершенно неинтересно. Понимаете, кусочки оттуда, отсюда. То есть это не как фильм, понимаете. Это как кусочки какие-то. Это не влог получился. Просто я решила эти материалы все просто передать моему двоюродному брату, чтобы у него осталось как архив, но не выкладывать. Вообще, я не знаю, как другие блогеры. Но когда я снимаю влог, я уже должна посвящать этот день этому влогу, а не отдыху, например. Там какие-то интересные моменты снимать, там говорить о своих впечатлениях. Горячий шоколад, он такой густой. Он такой вообще вкусный, ребята. Это вообще очень-очень вкусно. Следующий бутерброд пошел. Вообще, у нас на Капказе делают очень-очень пышные свадьбы. Приглашают очень много гостей. Я бы, если честно, не хотела настолько пышную свадьбу. Вот для меня человек 300 вполне достаточно. Даже 250. Иногда бывает, приглашают людей, которые тупо пришли из-за того, что ты пришел на их на свадьбу. Они приходят, сидят час-полтора, записывают на свое имя деньги, ну, типа в подарок деньги. И уходят. Вот эти пустые столы. Как-то смотрится не очень красиво. Получается, что жених и невеста еще сидят, а гости уже все ушли. Моя одна подруга, у нас в университете мы когда учились, на первом курсе у нее была свадьба, и она рассказывала, что в то время мы с ней не общались. Она училась на курс выше меня. Но после того, как она вышла замуж, она как бы взяла академический отпуск. на год. И вот родила ребенка, потом вернулась в универ и уже училась вместе с нами. А до этого она училась на курс выше. Я ее не знала. И она рассказывала, что она позвала всех своих одногруппников. и они все пришли. Но пришли всего на полчаса, на час. Подалили ей деньги и ушли. Даже не потанцевали, никак не поучаствовали. Она говорила, что ей очень неприятно было от этого. То есть могли бы вообще не прийти. Что это ее очень обидело. Поэтому я считаю, что нужно звать близких людей. А не там, знаете, одноклассника моего отца, друга, жены. Действительно, людей, с которыми мы общаемся и которым действительно будет интересно, например, на моей свадьбе. А то так не имеет никакого смысла. Хотя, знаете, здесь немножко другая система. На Кавказе, да, например, ты пошел на свадьбу, подарил деньги. Люди считают, что этого же человека нужно позвать на свою свадьбу, потому что ты же потратился. Ты же пошел на его свадьбу. И дарят, я вам так скажу, немаленькие суммы. Вот. Поэтому лучше всего минимальное количество гостей. Я считаю, что вот 250 самое то. Меньше просто не получится, я думаю. или у нас, например, есть такая традиция. Сначала делают свадьбу для девушки, потом делают свадьбу для жениха. То есть две свадьбы. Это делают в тех случаях, когда, например, родственники не могут договориться, где именно делать свадьбу. А иногда вообще девушка живет в другом, например, месте, парень живет в другом месте. Тогда делают две свадьбы. Но иногда даже и жених, и невеста живут в боку, и они делают две свадьбы. На своей свадьбе невеста одевают какое-то цветное платье, либо розовое, либо красное. Не знаю, там же оно ее усмотрение. А на мужской свадьбе, как и на основной, она уже в белом платье. Еще есть такая тема, как хна. Это собираются подружки, невеста. И просто родственницы девчонки устраивают какой-то девичник. Это бывает перед свадьбой. Но в России это просто называется девичник. Просто в России, наверное... Я почему говорю в России? Я жила именно там. Я знаю традиции, которые есть там. Я сейчас не могу говорить про Украину, про другие страны, понимаете? Просто в России на девичнике бывает меньше народу. А здесь на девичнике может и 50 человек быть. И 60. Почему этот девичник называется хной? Потому что все незамужние девушки обмазывают свои руки хной. Не знаю, зачем это делается. Просто такая традиция. Потом приходит жених с шикарным букетом цветов. Они танцуют медленный танец. В общем, я не очень хорошо разбираюсь в наших традициях. Но я вам рассказываю это так, как я это все вижу, как я это все понимаю. Многие традиции мне очень-очень нравятся. Но какие-то вообще не нравятся. например, есть такая традиция. Девушка, например, в гостиной стоит уже в свадебном платье. Приехал жених за ней с букетом цветов. И когда он заходит в эту комнату, дверь перед ним закрывают. Встает какая-то подружка невеста и говорит дай денег, чтобы я открыла дверь. И он дает, например, ну, 50 долларов, условно скажем. И она начинает торговаться. Она говорит, нет, за такую красавицу столько мало. Он вытаскивает еще 50 долларов. Но это могут быть разные цифры. Вот. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. Всем пока!